Ты знаешь, я качаю здесь доту, мне еще четыре часа, но скоро, скоро скачается. Что-то четыре часа. Слышите, это от тебя, Егор? Как раз наоборот. Сол ты знает. Вот знаешь, что обидно мне лично? Что кажется, этот мейджор будет по драфтам не очень интересным. Почему нет? Смотри, Ньюби тоже смотрели за Virtus.pro, званили Керри, Вингу. Мне кажется, к поздним стадиям уже будут интересны. Не-не-не, подожди, все начинается с самого начала. Смотрю я на левый монитор, там приведю, где играют Ill Geniuses. И там я вижу Слордар, Виндрэйнджер, ну короче... Потому что так начинают, я уверен, что в плей-оффе начнется... Там много сирена будет уже в первой стадии пикап-бана. Ну было же, и Драгонайт вообще герой. Он должен быть фига. Будем надеяться. А в химике уже пойдут. Пока начинается, конечно, то, что мы видели на протяжении последних месяцев, ничего и не меняется. Опять же, Doom, опять же, Слордар в бан уходит, потому что никто с ним вообще играть не хочет. Ну посмотри, ребята, Виртус Прос и Виспом не играют. Не, ну погоди, Виртус Прос и Виспом не играют. Не, Виртус Прос и Виспом играют, играют, играют. Они и тренировались с Виспом вчера. Ладно, Виртус Прос и Виспом не играют. И играют. Не играют. Виртус Прос и Виспом. А в химика нету, пока не играет Вичи Гейминг. Ну, алхимик... Поставить 50... Гривен. ...белорусских рублей на то, что залетит в химик. Там нули срезаются, 50 белорусских рублей, это уже не так мало. Да, я понимаю. Ты уже не в Na'Vi, так что... Да, тут уже не пошикуешь. Не раскидывай деньгами. Мы тебя научим, мы тебя научим. 30 миллиардер. Вот это да. Ну что, ну Дарксиры надо же брать. Ну, уби тоже Виспом как бы не особо играют. То есть Виспом эти команды не котируют его как какой-то ферст пик. Это возможно, он может зайти, но так, чтобы сразу нет. Ну и кого же решат забрать себе Ньюби на третий пик? Ну, по логике Дарксира, потому что через баг он играет на Баратруме, на Тускаре, на Дарксире. Ну еще на Шейкере. Шейкера нет, Тускар в бане, Фирдбрекер у Виртус Про. Соответственно, остался один герой. И вот он должен быть сейчас. Ну, Дарксир как бы это принцип, который надо брать. Ну, он скатывает зарплат герокоптеры вообще. Остался Клокверк. Клокверк, кстати, тоже вариант. Да, что-то сомнительно. Ну, не, ну, работает. А, погоди, Ксяо Тулей. Ну, Ксяо Тулей может. Ну, да, кстати. Я просто как-то подзабыл, что у них реально сейчас очень хороший хардлайнер, вот этот Ксяо Тулей. Он хорошо играть умеет в Доту. Поэтому... Что, редкость для современной фротсцены? Для китайских хардлайнеров именно, да. Там какие-то закидные парни обычно типа Ротикея заходят. Или вот наш директор Ксяо, но именно на сложный. Исполнение у него было опаснейшее. А Ксяо Тулей очень здорово. Там отыгрывают, то есть такой, ну, да, да, тренированный парень. Ну, сенсации не произошло. Клокверк забрали себе, не убили такие для Ксяо Тулей. Ну, сейчас они Дарксира получат в ответ. Сенсации не произошло, тоже не произойдет. А, нет, смотри. О, да, да. Да, не, на самом деле... Аппарат Визаж. Аппарат Визаж. Дроу Рейнджер как раз-таки против того же Клокверка. Но просто эти два суппорта, они оба такие жадные, требовательнее к левелу. С Дроу Рейнджер. Ну да, Дровка... И играют они за Дайр в сторону, соответственно, нужно что-то придумать. А вы не думаете, что это не Дровка, а скорее Венга? А, Венга в бане. Эх, эх, эх. Венга была бы хороша, кстати. Если они придут с Дровкой туда-тут... С Дровкой будет тяжело, потому что Клокверка будет себя нормально чувствовать. А вот если какой-то станчик они возьмут... Ну, видишь, Венга-то в бане, а они любители. Ну, Венга это не единственный станчик. Не единственный игре, нет. Для начала игры он хороший, насколько я знаю. Чтобы хорошо анализировать, нужно открыть список героев. На самом деле, со временем пофиксили его. Когда я говорил, что он хороший для начала игры, он 2 секунды станет вначале. Извини меня, это было хорошо. А теперь 1.25, что ли, или 1.15 вообще? 1.45. 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45. Точно тебе говорю. Короче, вафли там стали. У нас Верка еще осталась, в принципе, в куле, никто не пекает. Я думаю... И Верка, и Дровка. Ну... И будет нормальный пик. Ой-ой-ой. Ну они против Найд Сталкера. Да не, ну надо Дровку брать и идти давить это. Блин, у них очень круто. Если они сейчас возьмут Дровку, у себя очень... На самом деле, вот этот Сталкер, он очень хорошо вписался против в этот Дровку. Не, ну подождите, хорошо. Это... Просто булки. Аппарат, Визаж, Дров Рейнджер, Сталкер ночью. Он просто бежит. Ну это с такой точки зрения... И мы его не останавливаем. Это так обычно и происходит. То есть план, я уверен, у них примерно такой, что они минутят так на шестой-восьмой, уже должны две пушки снизу сломать и уже в миде. Им нужен просто герой с Меккой в мид сейчас какой-то. Это как, ну, им бы и Верка неплохо заехала, но Верку уже забанят, не убит. Да не, нафигам это Верка. Им нужен реально герой, который соберет Мекку в миде. То есть какой-то кто? Вайпер. Но тут реально сейчас интересно, как все это произойдет. Потому что герои Ньюби вообще идеальны против... Ну вот, знаете, Сталкер, Флокер... А Драгонайт бы тоже нормальным зашел. Да, возможно, и ДК, он, кстати, еще и имеет шанс быть. Блин, я не знаю, я с вами не согласен. Они идеальны, если тебе они игру смогут свою навязать. Алхимик, нет. Ну а если ты им навязываешь свою игру, то это такие куски. Что, знаете, Сталкер, вот, четвертого уровня делает, когда ты идешь ему... Вот именно, что все зависит от того, как они реализуют. Типа, если дадут левела, там, если Герокоптер с Дазлом может уйти там в лесочек или куда-то засмаковаться к Лакверку, Найт Сталкер получит на линии шестой левел какие-то тренды урну, пройдет с воинами врываться. Ну так они же, наверное, знают, что делать. А если это окажется, что Найт Сталкер вообще, просто кэрри, фармящий. А Герокоптер с сапогом с ракетой макшеной, да? На сложный. Сталкера в мидл можно поставить. Но Сталкера можно было бы поставить в мидл, если бы у них был бы ласт пик, и они бы знали, что там стоит. А сейчас нарвется Сталкер в миде на какого-то... Тут будет... А, вы мастер забанили, они шарят. Ну и правильно. Они забанили... Вайкеры взяли... Да хороший пик тоже, не убежал. Нет, вот Windranger реально классный пик в конце для них. Он поможет им и отбиться, и вообще... И там куча физики всякой... Ну и им очень была хороша пивная панда, которую забанили Вертус-про. Вп сейчас очень хорошо нужно подумать, потому что если он купит очередного фармящего героя, что для года возьмут, будет вообще помойка. Ну, такое, нет. Им нужно вперед идти. Дрозор это будет, я почему-то с***ерен. Дрозор кайф на самом деле. Кайф или... Ну, хороший герой, да. Ну, я тоже так... Ну, просто он может и Мекку собрать. Ну, блин, им нужно собрать Мекку и пойти рано, потому что иначе им, понятное дело, что им вообще тут... После 20-й минуты у них уже не работает. Не, да, у них всегда работает. Не особо. Ну как, ты птички, оперейшн, привет. Кто-то один пробегает мимо, умер. Кирыч ломает птичка. Легко. Кирыч ломать птичка. Ломать птичка. Три флэка и не птичка. Дровку ломают там все. А остальные как бы вообще не котируются. Ну, с одной стороны ты прав, а с другой стороны герокоптер так вот он бежит, бежит и умер. И умер. Ладно, а вдруг пугна, вдруг пугна. Пугна. Это же мидер с Меккой. Ну и пуш. Да не, ну... А вдруг они слушают часто? Давайте не говорим. Четыре точек героя... Пуик против толстяков. Ну, блин, ДК типа вроде более-менее смотрится, но... Ну, вообще, да, нормально. ДК Разор. Думаю, что из-за такого примера. Разор, мне кажется, тоже. Я вафель. Ура! Ведущий тоже угол. Это я ей, Егор, сказал про ДК. Да, но клево он спик. Нужно кому-то вперед идти. Потому что Дрорейнджер не может так ломать. На него Клокер прыгает и, в принципе, умирает. ДК нужно стоять ломать эти Таурак. Скоро в середине стола буду сидеть. Начинается первая карта Ньюби против Virtus.Pro. Эту встречу комментируют MailStorm и Light of Heaven. Владимир, привет! Спасибо, Иван. Добрый день, уважаемые зрители. Мы начинаем первый матч первого осеннего мейджора на первой линейке стримов. Ну и Virtus.Pro будут играть с Ньюби. Только что закончились пики. Для вас их любезно проанализировали на наши аналитики. И мы посмотрим на то, что у нас покажутся обе команды. Попробуйся на борьбу! Так, раз, два, три, раз, два, три. Что сделали? Да? Сам себя слышу, но ничего страшного. Предоятно послушать умного человека. Значит, Virtus.Pro. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Достойно на протяжении долгого времени Добавил субтитры DimaTorzok 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 ДК с веркой стоят пока что в ровне Здесь это очень хорошо для года Так как ДК все таки милишник Но он не уступает Он взял себе топорик У него есть грейженый стик Пробить его не так просто с первой аурой армора И с первой пассивочкой Есть эрегены, армор И верка здесь пока что не справляется Ну и в целом довольно прочный герой На которого будет сделана ставка Как опять же сказал Смайл Слишком все ватное было И над сталкер ночью просто не простить Но вот с пиком ДК Пик выглядит уже Гораздо потолще Не только спирит брейкер есть Но и драгонайт Ну и самое главное то что у него есть щит То есть если присмотреться То у ВВП очень высокий ДПС Что траксаж ты видишь вносит Немоверное количество дэмжи Если дать им буквально 5-6 секунд врага подбить И такие товарищи как ДК Они как раз выступают Помимо того что щиток Дополнение ко всему инициаторам Которые будут держать Герокоптера или В-ручку Вот это не надо Чтобы можно было везти дома спокойно А вот мы наблюдаем за тем что ФНГ делает мультиграмотный мух А дает весь экспиренс для визажа То есть вот даже Ну такие два довольно таки жадных спорта То есть то аппарат что видишь они нуждаются в шестом уровне Потому что их бв потенциал возрастает раза в два Но учитывая то что здесь у нас еще есть тракса То естественно по этим показателям лидирует видишь Поэтому в первую очередь качать нужны этого парня Ну а аппаратик он потом свой шестой вэлл спокойно добьет Нас показывают то что единственный суппорт Инрейтом выше 50% в этом патче Ничего себе Ну ка Получается что что все остальные суппорты нет что ли? Ну в этой игре То есть Stalker Аппарат Аппарат И визаж Вот интересно было Хотелось бы посмотреть битву Даззл против аппарата Потому что все мы прекрасно знаем то что Даззл на том же НТ был вообще ферст пиком И все естественно его брали по КД А в данном времени наконец-то Наконец-то наша профессиональная сцена стала забрать аппарат прям сразу на ферст пик Не дожидаясь там моря погоды Чтоб можно было сразу отконтрить Да особенно против таких хилящихся героев как Даззл какой-нибудь алхимик Но здесь стоит отметить что конечно да хилиться Даззл не может под ультом оперейшна И хилить Но работает Грейв Плюс ко всему ультимейт он вообще никак не влияет на действие ультимейта оперейшна Так что все равно у Даззла остается масса возможностей Ну тем более здесь мы видим Даззл вкачал себе первый спал для того чтобы эффективнее спиртбрейкера гонять Ну в общем фикс проблемы Иллидана Я так понимаю здесь все-таки Здесь все-таки дровочка будет собираться Через какой-то такой стандартный пилд на статы Потому что все что ей нужно это жить прежде всего И давать много агилити Много урона за счет агилити своим тиммейтам Ну больше похоже что Иллидан будет делать какой-то форстаф себе Против Клакверка? Но я думаю что форстаф мы увидим Мы обязаны здесь Вирзус Про собрать хотя бы один Потому что Клакверк это слишком сильное оружие Напомню что это было на интернешнале Одна из игр в которой Вирзус Про очень жестко затерпели с Дрорейнджер Которая ничего не могла сделать в нее потому что все время налетал Клакверк Как раз таки против ЛЖД И потом это было там в фильме также Ивана Это проскакивало Причем еще по моему Ну грубо говоря Кусок записанный до этой игры Что мол вот если Иллидану взять дровку против какого-нибудь Клакверка Может что-то пойти не так Но в принципе здесь стоит отметить что Дрорейнджер она слаба против героев Которые быстро сокращают расстояние У нее не работает аура Вернее не работает ловкость Так как она надо ее тиммейт И в целом сам по себе персонаж Как и любой ранжерик без эскейпа Он чувствует себя очень плохо Когда к нему приближается враг в водную Да поэтому иногда Ну вот Когда вот такая тяжелая ситуация То что в тебя врывается Клакверка И начинает играть А ты спокойно делаешь Форстав Можно чуть ли не первым айтемом после Пауэртрейтс И тогда у тебя прекрасно получается То есть вести замес и далее далее Вот мы видим Да но как мы видим Опарейшн имеет в целом небольшое превосходство Вот именно в паре Даззл против Опарейшн Легкое Не сказать что прям уж очень сильное Ну в целом Понятно почему Ну что ж Ну что ж возвращаемся мы на мид Здесь Гот Который стоит против Му Подходит к Году Опарейшн Немножечко может быть сейчас поможет Ну и фармит бутылку Да есть уже бутылка у Года Сейчас уже привезти ее для себя Ну все будет хорошо Вряд ли здесь Веркос можно похорать Во всяком случае пока что и без какого-то ассиста Ждем первую ночь Которая даст возможности для Найт Сталкера И ждем выход Герокоптера Я думаю что здесь стандартный выход Он должен быть рано или поздно Наступает вот как раз таки ночь Проблема Найт Сталкера в том что Да у него есть сапог Но у него все еще не просто первый левел У него шесть экспириенсов Это очень мало Ну пока разве что в битве на руне он сможет Хорошо Создать свои возможности Мы вот видим то что аппаратом бегает такой Какой бедный родственник Ищет свое место на карте То есть сверху прогнали С центра прогнали Снизу тоже прогнали Прогнали Не дают нигде пофармить Да негде получить экспор И мгщик продолжает исследовать карту Надо по чуть-чуть По чуть-чуть Это тоже помечали наши аналитики Что саппорты жадные Визажен нужен шестой А оперейшен нужен шестой И как раз таки если сейчас Найт Сталкера Где-то встретит того же оперейшена То он гораздо сильнее по своим статам И преимущество пока что на его стороне Но я думаю что виртус про разберутся Здесь либо дровка оставит лайн В какой-то момент Сначала для одного саппорта Затем для другого Либо может быть ДК Каким-то образом сместиться На падение На драгонайт Есть дабл дэмэдж у му Год мансует Но все равно попадает под шекл Очень много дэмэджа И тем не менее у Года остается Достаточное количество хитпоинтов Чизбак здесь не может больше танковать По моему ФНГ слишком жестко подписался ДК дает сам му Получает воид Му пытается уйти И уходит отсюда Хорошо сыграл ФНГ Подсебил своего митера Но как мы видим Даже с дабл дэмэджем Дровки не пробить ДК Да, вот такая вот статистика любопытная Пока что да Пока что дровку ДК не пробивает Но в целом этот герой Который способен Способен очень хорошо заезжать Против толстых танков За счет фокус фаера Который удобно применять на большие Сильные цели Работает здорово Складывает на талисманчик Му Вернулась эта связка На профессиональную сцену Му плюс Хао Напомню, что они выиграли в свое время Интернешнл Четвертый В команде с как раз таки Директором С Сэншенгом и Бананой Но сейчас вот Хао вернулся После выступления за За Вичи Итак, Фобос Разгоняется на Банану Банан получает стан Дает себе Грейв Немножко рановато Выдал Грейв Побоялся, что его убьют И забирают Найсталкер здесь пытается Как-то развлечь Но всего лишь на все во второй левел Правда подходит сюда же и герокоптер Может получиться в инвизе Винрейнджер дает шекл Привязывает Года Герокоптер без шестого левела Однако дэмэджа ему хватает Для того, чтобы разобраться с Годом Идут дальше за Фобосом Фобос получает шестой левел Хао очень вовремя У Фобоса также огромные проблемы Фобоса забирают Винрейнджер оформляет даблкил Предключение герокоптеров состоялось Очень быстро На пятом левеле Хао выходит И уже зарабатывает первые дивиденды С своего выхода Хао красавчик Предугадал то, что будет наверняка битва за Руно Потому что коровка ДК Это довольно-таки сильные персонажи Чтобы драться лоб-лоб Со своим противником И оставили снизу Ну сейчас он на Банану Стоит один снизу И продолжает добивать випов Также подходит сюда ФНГ Для того, чтобы увеличить экспиренс И видимо китайский герокоптер готов идти в бой Но пока даже что-то только леса Пока что сделала леса И для честбага Это хороший шанс получить экспы За счет того, что Хао это все быстро зафармит Скоро ультимейт будет Да, честбаг еще помогает танковать Вот здесь пока что китайская команда Работает очень здорово Все смотрится у них органично Саппор на легкой Два героя формят лес Причем формят его довольно быстро Хардлайнеру Что достается довольно-таки много экспириенс Ну и в миде все тоже Очень хорошо Хао фармит с кулдаун Сейчас все эти стайки В итоге Близо к тому, что получил 7 уровень Также мы видим, что на сталке уже 4 Ну и вот после такого Когда ты зашел в лес То можно рано или поздно походить Потому что ВП Видели то, что гирокоптер ушел И не могут догадать Куда ты пошел Может быть ты пошел сразу Гангл с макей И вы начинаете сыграть Немножко осторожно Мы вот видели то, что На миде Фобос Сэвил ДК Может быть вы пошли фармить свои леса И Первые Первые минуты волнения Она прошла И сейчас у гирокоптера идеальный тайминг Да, как раз Найсталкер покупает смок И днем Может все Очень хорошо получится Потому что днем Атаки никто не ожидает Ну правда Сделать ее тоже не так просто Найсталкером днем Но тем не менее Банана, судя по всему Спалил по рейшену В общем случае Поппинговал в лес Но пока что решается выходить Возможно С гирокоптером сейчас как раз Пойдут подать Да, гирокоптер телепортируется Обходит Да Прекрасно понимают Где находится ФНГ И ФНГ очень во время делает ЭТП Гирокоптер нельзя политься То есть Као прилетел на линии Если он сейчас на нее выйдет То тогда Любые Попытки Провести смок-атаку Они провалятся В итоге Хао вышел на линию Буквально добил двух репов Непонятно зачем Потому что Теперь вертап Починают И обратно уходят Свои же леса Сейчас будет стакать леса Да Похоже Товарищи С востока решили Срать немножко нестандартно Тем временем Сверху у нас продолжают Забирать Клакверка Все еще хочет Тулей Получить себе Шестой левел Но как мы видим Визаж И дровка ему этого сделать не дает Визаж Уже имеет шестой левел И теперь самое время Оставить экспириенс для аппарэйшена Понятное дело Что визажу Понадобится довольно Много фарма Для того чтобы Фармить какой-то аганим Но самое главное Получить хотя бы Утимейт первого левела На аппарате Заходит Клакверка Заходит Клакверка Заходит Клакверка Шестого левела еще нет Бояться особо нечего Потянули сюда Вирус-проне Совсем понятно Зачем Фобос Находит его Му Фокус-файр Сайланс Фобос не может разбежаться Ну и Фобос здесь загулял немножко Это неаккуратно он сыграл Но получилось нормально Разменяли паратору на пятого уровня На вышку Хотя прилетает сюда Клакверку Который с кулдаун рвается Также гирокоптер Еще и Лидан Который под фокусом И Лидан Лидан погиб Самое забавное Что почти получилось сделать ТП под батарейки Клакверка Ну вот она та самая ситуация Когда Клакверк Врывается в дровку Он только-только Получил шестой левел Удается в итоге забрать Вразмен на вышку Дрорейджер И тут же переходит в атаку Юби Нападать на них тяжело У них гирокоптер И все что мог сделать сейчас Виртус-про Это на остальных линиях Получать фар Пытаться кого-то загангать Возможно Кстати хороший Хороший шанс мог быть У Хобеса Но получает он шекл Ну и здесь не растерялся Играл вовремя Ну и Ньюби захватывают инициативу Все увереннее они действуют Оставляют пока что сверху Одного Клакверка Гирокоптер очень много Перемещается по карте У него хороший крипстат У него хороший нетворс Но передвижений по карте Какое-то колоссальное количество Возможно Выход на годы сейчас будет Ну пока На мой взгляд Они выглядят в солидном плюсе То есть даже Несмотря на то что забрали Одну траксу То мы видим что Ньюби потратили очень много сил На эту жилку То есть по графикам Например мы видим что ВП пока лидирована На две тысячи голды Потому что они забрали Тауэр в минии И Тауэр сверху И все что осталось Это просто Аккуратненько Продолжать фармить Чтобы траксас могла Вынести свои айтемы Кстати Вот можно сразу Приглядеться Мы видим ПТшка Стики Аквилка И как я и говорил То это форс стаф Который Который Лидан будет выталкивать Сам себя То есть Есть конечно герой Которые могут попробовать Собрать этот форс стаф Там какой-нибудь аппарат Лизыш И так далее Но учитывая то что Они будут фармить Долговато Удровки будет 0.12 Да Удровки может быть 0.12 Поэтому сейчас Лидан решил Что не стоит Наступать На те же самая игра Грабли лучше всего Заселиться Хорошее решение Может здесь Здорово зайти Ньюби Тем временем Передвигаются вместе Решают они особо Как-то не разделяться Фармят свой лес Не очень активно С корей пока что Делают стаки Опекают Хао Который выходит Сэнж Стандартный китайский Сэнж Очень часто используют Действительно Команды из Поднебесной Ну и Даззл у нас седьмой С раконцами Выход на мид Зацепили Года Году Году главное сейчас не попасть Под шекл Но он попадает в итоге Под ультимейт Клак вверх Год получает фокус фаер Не может разбить Ко-культ гирокоптера Год погибает Главное здесь не отдаться больше никому Ну и сразу естественно перейдут в пуш к юбе Дабл дэмэдж на Адро рейнджер На винд рейнджер Выпасть тянулись Нужно просто отходить Аппарат не шестой Не готов драться Не хватает немножечко Дэкспы Идет сюда через баг И в итоге видит всю эту движуху Тауэр забирает И Вертуса сейчас Оочень много времени теряет Им нужно если уж нападать То сразу прям под тауэром Шекл Влива Разгон на винд рейнджер Получает ультимейт Тут же Грейп Все закидывает в винд рейнджер Потрясающий коги от Клакверка Хау расстреливает Минус дровка Сяо Тулей пошел в атаку Лил пытается уйти отсюда Но получает воец И Лилу вряд ли удастся убежать далеко За ним продолжает идти сейчас баг Нет, вовремя разворачиваются Решают добить фамильяров И просто аккуратненько Минус ноль тавр Очень уверенная игра от Клакверка То есть жалп до последнего момента Втанковал винд рейнджер фактически все сплы Но получилось провести удачный размен Потому что Клакверк закрыл Несмотря на то, что дождались шестой левел на аппарэшне Этого не хватило Клакверк с герокоптером невероятно сильны Но это пожадничает То есть вы дали свой проказ винд рейнджера Все, она умерла Ее нельзя захильнуть Ее нельзя как засейвить Она падает почти моментально В этот момент все что нужно сделать Просто отойти и дождаться ДК У которого кстати есть блинк То есть в итоге Вертуса не подождали Подавились четыре на пять И сейчас нюби начинают Возвращать свое преимущество Уже тысячи голды лидируют Над нашими товарищами Очень маленький вижен ночью У вардов Мы видим Впп сейчас могут читать ситуацию То есть раз уж нюби нагло рвались по центру Забрали тавер Ну за счет того что герокоптер все таки будет посильнее чем та же винд рейнджер на ранней стадии То нужно идти и дальше и продолжать давить это все Аккуратненько уходит свой лес Видимо подготавливаясь к защите на нижнем Т1 тавер Но пока их действие как-то выглядит неубительно То есть они вот пробежали все вчетвером снизу Забрали баунти руну Или даун фармить стаки И вот теперь простая миссия Вам не нужно сейчас бегать и драться Вам нужно спокойненько пойти и нафармить Смоук от нюби А нюби пошли искать Опаснейший смоук Видели на ларде вообще всю эту движуху Сейчас прекрасно понимают где же находится ВП ВП же в свою очередь никого не видит на карте И тоже аккуратненько отходит Сейчас понимают что немножечко не успели Тракса забрала свои стаки И самое разумное решение вместо того чтобы искать врага Просто пойти и забрать вора Которые защищать сейчас невыгодно Да, Virtuspro просто прячутся в лесах И занимают позицию оборонителя Не успеют ничего абсолютно забрать за этот тавер И очень хорошая подготовка к атаке Стоит вард на одном хг, на другом хг Все абсолютно видит нюби Ну сейчас они дарят свои тавера То есть на второй т2 тавер лучше всего потянуться Иначе нюби просто катком пронесутся По этому лайну И забирают первую вышку Пока что не потратив вообще ничего Virtuspro подтягиваются Это все великолепно видят Видят блинк на годе Да, и вот сейчас поставлен вард для того чтобы сбить И Virtusaz занимает немножко невыгодную позицию То есть когда вас пушат 5 товарищей Вам нельзя приходить всем пятером То есть можно тик-тифчик в тюрок Тракса отправит, например, фармить свои леса Как это делают, допустим, Team Secret регулярно И после этого Тракса набирает для себя непрост А вражеская команда находится в невыгодной позиции Теперь что же мы видим Пришли Virtusaz, такие поставлены с Тавером Смотрят, что же нам делать Что же нам делать, давайте драться А нюби в свою очередь ушли в свои леса И в результате ВП фармят только одну точку Который периодически чекает лапверк А нюби забирает весь лесной фарм Слишком команды пытаются действовать медведи И более того нюби отходит в свой лес вчетвером А гирокоптер уже зафармил мид Стакки, сделанные в лесу через баг И сейчас выдвигаются на топ То есть графики растут В пользу нюби очень быстро Хороший выход с маке Забрали Moon Ranger И это Roshan Тут же на Roshan Воспользовались тем, что Хао находился далеко Нюби у нас были не в позиции И ганг прошел идеально Минус армор на всех попадает И Roshan бить не так просто Но с медалькой с Draw Ranger должны забрать Тем более, что они не собираются сюда нюби подходить вообще Вообще Клакверк может порваться И тот же гирокоптер может просто полететь И дать кулдаун Сейчас нюби выиграют очень много времени И отдают они своего дабла И драка состоится Клакверк влетает Фамильяров, который вовремя поставил Лил, хороший сайланс Нокси аут улей В лэдмейле гирокоптер заходит Кулдаун, нужно успеть добить Roshan Нет, не успевает Минус operation Минус Draw Ranger Падает Roshan Забирает Хао Егис Чизбаг преследует Декая Визажа Декая Визаж уходит отсюда Добив Чизбага Вроде как минус 3 в исполнении Virtus Pro Не удалось ли учитывать Windranger, Dazzle И Night Stalker Но сами теряют Carry Draw Ranger Operation И еще и отдают Roshan Успели Притянуться Очень сильный гирокоптер получается После всего этого У него 2 килла 0 смертей 5 ассистов И он забирает слишком много фарма В итоге отрывается уже на 2000 От ДК И на 3000 от Draw Ranger И Ньюби Статистика Да Показывает нам То что ВП В принципе любители подраться Команды которые обожают Больше убивать и больше умирать Но Тем временем Ньюби Ньюби у нас имеет Aegis Очередной тимфайт Можно сказать смело Что за ними Гирокоптер начинает набирать Очень серьезные обороты Санжиашов И еще 2000 сверху И осталось дальше идти давить Потому что айтемов у ВП Как это не прискорно Но почти нету То есть мы видим то что У ДК появляется Первые боевые айтемы Это барабаны Которые дают какие-то статы Тракса пока мы видим Только запаковалась На сейв И дэмэджа не так много У Лидана И Выход на Му Му хорошо сейчас Застанил форс Также убежал с форстапа Переагируем на реверс Тут тоже был форстап от Му Немножко забытый артефакт Для Винрейджера В свое время Который покупался Чуть ли не в каждой игре Но вот сейчас Му очень хорошо заходит Этот форс И помогает ему спастись От фобоса Иначе бы фобоса успел Распредставать свой ультимейт Тем временем Падает вышка на топе Парашин конечно Закинул свой ультимейт Но вряд ли что-то Это изменит И Виртузпро не немножко Не успевают Дэмэджи у них по товарам Очень много С формой ДК с фамильярами Но они не успевают Просто передвигаться Потому что уже потеряли Сами верхнюю вышку Уже выходит Ньюби на мид Дэмэджи у них также По товарам достаточно Да, еще и фортификейшн имеется И начинают кушать Две линии сразу Пока что Ньюби Тактически переигрывает Виртузпро Ну посмотрим Вот сейчас может быть Неплохая встреча Му получает разгон От передбрейкеров Фортификейшн Вверху также падает вышка Что сейчас будет делать с Му? Му просто стягивается наверх Понимая что здесь Находить слишком опасно ДК успевает Дэдстан Му получает ультимейт Дазла ДК танковывает Получает ракетку Шекл никого не привязывает Ну и здесь Виртузпро Какой агрессивный врыв От Ксяу Тулея Получает раскаст Сайланс Грейв Ну и должен выжить Должен выжить Хотя лежит на нем урна Нужно подхилить Подхиливает И все-таки ультимейта Слишком долго лежит Шекл привязывает к дереву И бежать Бежать пытаются Отсюда Ньюби Однако цепляет спиритбрейкер На развороте Пауэршот Гирокоптер с Аегисом Однако вставляется чизбаг В серию чизбага Винрейджер Не дает себя в обиду Винрейджер получает ультимейт От фотбаса Минус ВРК Найтсталкер отступает Гирокоптер делает телепорт Домой Немножечко здесь задержались Ньюби И переоценили свои возможности Ну скажем так Пожайничали Наши ребята с востока Нечестно говоря Мы видим просто афновые рачки Да Всего 18 покупок И Покупок и винрейт у них Всего лишь 33 Часто Чаще предпочитают сейчас Какой-то блинк Более агрессивный артефакт Но с него не засейвится Просто бывает Ну да Чтобы можно было убивать Через фокус фаер И вот По поводу драки То есть Непонятные действия от Ньюби То есть Они спокойно забирают Эдва тавер Но вместо того чтобы просто забрать Эдва тавер И подраться все вместе Они пошли на авантюры То есть Куда-то вырывается Клаквер Квера без Айгиса И начинает просто умирать под тавером Гирокоптер находится Очень-очень далеко И в итоге Не успевает Перетянуться во время в драку То есть Дает кулдаун Который по сути Там уже никого не убивает И виртуса Камбетчится То есть По графику мы видим Что теперь у нас все абсолютно в нуле И начинается абсолютно новая игра Если не считать Айгис на гирокоптере БКБшка есть у гирокоптера Лидан с форстафом Более того Во-первых здесь Ну пока он свой форстаф не дофармит Ему вообще бесполезно В эту ТСУ как пытаться ворваться Потому что он просто остается в засаде И с которой ему не выбраться Очередной смок от Ньюби Ночь Преимущество вижена Давайте посмотрим Что у нас видит Виртус Про Вот такой вот вижен от ВП Но спалился Хао Понимаю что Хао здесь явно не один Но вижена очень мало Он под атакой Можно попробовать за этим в спину Есть Айгис И поубивать всех только за Айгиса Да Заходит в спину неплохо в смоках Могут Могут найти Смоки заканчиваются Нужен какой-то вижен Вижена нету Цепляют Виндрейнджер Саланс по всем Гирокоптер включает БКБ раскастовывается Му падает первым Размен на Лила Пока что один в один Клапверк ставит коги Гирокоптер протискивается Где-то справа Есть все еще у него Айгис Нужно Нужно догонять года Год на развороте Есть сальчик Станг Гирокоптер Нападение тем временем на Аббарейшн Аббарейшн Погибает Банану не удалось зацепить Пытаются его найти Но Банана очень неплохо мансует На всех лежит все еще ультимейт Тазла Садятся птицы Визажа очень вовремя Закончился Айгис у Гирокоптера Это лучший момент для того, чтобы напасть на него Станг получает ДК БАС проходит у Фобуса Нужно забирать Гирша И Гирша смогли забрать Найт Сталкер Правда все еще остается Получает станчик И забирают Найт Сталкера Минус 4 в исполнении Виртуз ПРО Отличная драка им удалась И самое главное решение Которое здесь было принято Это зайти в спину Без него Траться было бы слишком тяжело Да Причем еще отличное решение Было переждать Блокинг Баргера Как только он жал Нас сразу Вся команда УП Врастной двинулась И после того, как БТБ Закончилась Его спокойно раскайтили И забрали Через стан ДК Потихоньку набирают Виртуз ПРО силу Да Вот Форстаф на Роранжер Действительно редкий артефакт Но пока что у Лидана 3-3 Без этого Форстафа Вот здесь на миде Скорее всего ему бы пришел конец Когда смог он спастись Сбиваются ворды Гем появляется у ФНГ Чувствует ФНГ Что все вроде как под контролем Да, понятно У соперника Найт Сталкер Но Найт Сталкер пока что без Аганима И гем в любом случае покупать надо Если ты имеешь преимущество По графикам мы видим пока что все в нуле Но в ВВП ситуация очень хорошая Дровка покупает Яшу Покупает так же у ГРО Клаб Ну возможно же не Яшу Возможно БКБшка Здесь в принципе БКБшка плюс Манта Зашли бы неплохо Снимать до какой-то сайланс С Найт Сталкера Если потребуется Хотя на дровку Увляют его Будут в первую очередь Класть Игроки Ньюби Ну и Ньюби уходит в свой лес Герокоптер по-прежнему фармит Четыре героя бегают вместе Чтобы не было никаких неожиданных встреч Найт Сталкер выходит в аганим Клаб 1 выходит в фурстав Уже практически до фармлян Да, фурстав готов И ВР также выходит в аганим Ну у Виртуз ПРО Точнее у Ньюби Янг есть план Б То есть раз уж у нас не продавилось Раз уж у нас не получилось продавить На ранней стадии игры То сейчас мы делаем все немного проще Мы оставляем Найт Сталкеру фарм Если позволяет нам ситуация Небыстренько нафармить свой аганим Как мы знаем против аганима Воевать очень тяжело Особенно стрелками Которым нужно хорошо орваться Чтобы убивать кого-то В Виртуз ПРО выход в смоках Могут сейчас выйти на Герокоптера Который только что сделал Т-репорт Да, туда именно и пойдет атака Сейвит его Даззл Можно его вражеский лес было пойти Смотрит, спалил Хао Врываются на него Слишком рано дают Грейв Да, здесь банана прямо психанул Но на самом деле в любом случае Вряд ли бы забирали Вряд ли бы выживал Также забирают еще и Даззла Не совсем понимаю зачем так рано давался Грейв Но в его случае какая разница Когда он даст Грейв То есть все равно ты получаешь дебаф от аппарата От того что у тебя будет Грейв Эта ситуацию не меняет Ты умрешь Даже на фонтане Ну и Виртус Про удается забрать вышку Фортификейшн Но дефить в любом случае ее не получится Преимущества набирают все более солидные Сейчас можно побить хотя бы немножечко Тир-3 Тауэр С ультимейтом ДК он потеряет довольно много ХП Да, заходят ДК, заходят Элитан Аура уже прожата Но дэмэджа все равно по Тауэру много Вынуждают байбэкну с Герокоптера И нужно тут же отходить Что и делает Виртус Про Ну пока что все выглядит от ВП логично и здорово Преимущество знатное получили После вот этого байбэка на Герича Тем не менее он все равно еще топ-1 на Творс Как тратенько оступили? Сейчас торопиться никуда не надо Лейтгейм однозначно за ними Потому что очень хорошие сетапы Два толстяка с дикими станами Два лютейших дамагера Это Виша Токса И мы продолжаем фармить свои леса Ждем пока Когда элеганты прицепы Блэкингбар Тогда он смело танковать против Герокоптера И вообще ничего не бояться И тогда у них Ну по уверенней Драки Герича пока что исключительно магия Физику он дамажит не так больно И ДК так же выходит в БЛКП Уже почти его собрал Пик Виртус Про усилится значительно с покупкой Блэкингбаров Тут точно надо учитывать то что Пока все три успешные атаки были реализованы благодаря смоку То есть один раз они здесь у нас хорошо вырвались Второй раз они вообще вошли в спину И третий раз вот забрали сейчас Остался всего лишь один смок Чтоб можно было подойти и убить своего противника Вот мы видим то что ФНГ его пока сэвит Ни в коем случае не ввязает и ждут Рошана Забирают собузить Рошан здесь упадет очень быстро Но здесь вот с той и с другой стороны Есть чем забирать этого замечательного крипа И вот он смок пошел То есть понимая то что Рошан очень скоро появится В очередной раз идут искать Нюби Нюби в свою очередь Нюби в свою очередь как-то не очень любят ходить в смоках То есть они мы видим Ну забирают такую более выжидательную позицию Мне интересно у них есть вообще хоть один Потому что выходили довольно часто Ну один есть Но пока ждут Пока ждут Чекают Рошана ракеткой Рошан появится вот как раз прямо сейчас Залетает ракета по таймингу Никто не дает вверх Следовательно ВП у нас ищут противника Нюби Янг прекрасно понимает Теперь можно провести ответный смок ганг На врага Уже обе команды теперь знают о наличии Рошана И вот он Вот он в этих смоках Причем у Нюби пушится и нижняя линия И мид находится в таком относительно Хорошем состоянии и верхней линии Виртус ПРО Но Виртус ПРО готовы ДК Солар Крест Делает вид что он здесь один Но не должны вестись Да Виртус ПРО увидели Абсолютно все увидели Повелись все таки на иллюзию Немножко нервничают игроки Нюби судя по всему Ну в любом случае этот смок реализовать было крайне тяжело Если бы они пошли дальше они бы просто слились Статистика Которая говорит нам о том что И та и другая команда любят смоки Довольно таки Хотя тяжело сравнивать Но относительно друг другу у них более менее ровно Ну и как мы видим в этой игре Они пока что использовали все доступные И те и другие Здесь смока так же нету В инвентаре ни одного смока И остается честная битва за Рошана Но в Виртус ПРО есть вот такая опция Особо ничего не тратя зайти Повесить медальку И под дэмэджем Дроу Рейнджер издалека убить Лучше выйти Лучше выйти То есть лучше просто заманить противника Но мы видим то что Иллидан другого мнения Стоит довольно таки нагло ДК подходит из-за формы И Ньюби готовы рваться Минус армор пошел Лил неплохо прикрывает своих тиммейтов БКБ использует Иллидан На мой взгляд довольно рано Врываются в Виндрейнджер Неплохие коги ставят Ксяо Тулей Гирокоптер Разгаз по всем боже мой На Хао идет за оперейшеном Под Грейвом танкует Найт Салкер Дроу Рейнджер забрала Аегис Но БКБ нету Отличный Шекл в исполнении ему Гирокоптер по прежнему бегает за Иллиданом Выбивает из него Аегис Но теперь что делать самому гирокоптеру непонятно Заходят на Рошана Есть Грейв Банана Встанье Банана не успевает использовать Грейв на кулдауне Шекл привязывая тем временем оперейшена Дроу Рейнджер забирает так же как Верка Дазл успевает кастовать еще раз ультимейт Подхиливается Но Грейв так еще не успел откатить ФНГ остается 25 хитпоинтов Нужно быть очень аккуратным Погоня за Му Му бежит Му находят Есть стан И Му не должен отсюда уходить Сайланс И минус Му Виртус Про минусует четверых героев Вот как Иллидан здорово разобрался Использовав это БКБ Да в драке БКБ уже не было Но тем не менее решение было верное И как мы видим преимущество Виртус Про растет Сейчас забирают еще одну вышку Тут же выходят дальше Байбеков нету вообще ни одного Переключаются на нижнюю линию Где уже битая вышка Ультимейт ГАЧ через 30 секунд Как раз под выход Виндрейджер Можно еще и под раз попробовать Но наверное отойдут Сломают и отойдут Это самое выгодное решение в данной ситуации Виндрейджер через 20 секунд Санс Найт Сталкер падает 1 фамилиар Вынуждают Клакверка ворваться БКБ использует Драк Рейнджер Летит ультимейт оперейшн Ахтау БКБ Но по нему попадает дебаф Расстреливают Банану Банана не успевает заюзать Ничего падает гирокоптер Ксяу Тулей Уходит на фонтан Это гуд гейм Виртус Про смотрелись в первой игре Очень уверенно Буквально с самого начала Да, лайнинг получился неплохой в ньюфе Но в целом середина игры Захватили Ну я можно сказать, наверное Захватили инициативу И что самое главное Разбирались раз за разом В драках Потрясающе Ну тот, кто придумывал все направления Смок атаки гений Потому что все атаки были результативными Героев они забирали быстро И после этого наращивали очень сильное преимущество